это первенец любимой коммунистической партии и о гпу нежно-лилеемый широко освещаемая стройка была ни одна стройка гулага не имела такой широкой пропаганды как ввк канал нужен был россии очень давно вот вы сейчас прошли мимо памятника сударевой дороге еще 702 году петр первый за 20 дней заставил прорубить дорогу 246 километров по ней провезли в повозках армию генералитет духовенство обоз по легенде два фрегата небольших но это не подтвердилось и через какое-то время дорога была заброшена и постепенно заросла это было всего лишь просека продолжительная просека конечно но всего лишь просека в лесу 5000 человек сделали эту дорогу за 20 дней советская власть поставила в тридцатом году себе тоже очень амбициозную задачу почему нужен был канал советской россии да и вообще россии нужен был собственный выход мировой океан потому что любые другие выходы были связаны с тем что проливы контролировались иностранными государствами сталин говорил что черное море лоханка балтийское море бутылка а пробка не у нас нам надо было связываться и с с мурманскими портами и надо было выходить в мировой океан независимо от того какие у нас отношения были например с норвегией в тридцатом году совет по труду и обороне принял решение о создании беломорско-балтийского водного пути а гпу порылся в своих закромах нашлись прекрасные специалисты гидротехники например профессор ризенкамф который как раз в двадцатом году был очень удачно посажен вместе с большой группой специалистов уже в тридцатом году в ленинграде был создан управление беломорстроя заключенных специалистов посадили рисовать канал работы были возложены на словецкий лагерь особого назначения и специалисты уже соловков и с острова и те которые на материках они обследовали производили обследование этих территорий то есть деятельность началась уже летом тридцатого года уже к осени тридцатого года в медвежью гору приехали и стали там строить помещение для управления бел болтлага он еще не создан но уже поставили здание управления здание управления стройкой некоторые как они называли коттеджи заместитель начальника лага матвей берзин поехал по лагерям советского союза набирать рабочую силу и постепенно сначала все опиралась на соловецкий лагерь где в этот момент было 20 тысяч человек значит из острова из материковых частей лагеря лагеря собрали заключенных ну не всех естественно оттуда переперли узкоколейку и лесопильный завод и все это привезли сюда феврале 31 года вышло постановление совета по труду и обороне о строительстве канала задача была очень амбициозная 227 километров водного пути причем канала там было только чисто 48 километров все остальное зарегулированные русла озер и рек и очень небольшой отрезок был сделан по дну белого моря так 1,7 километра и поставлены были конкретные сроки сентября 31 по апрель 33 этот канал должен был построен строился он конечно в основном усилиями заключенных агпу максимальное число заключенных которые работали на канале тридцать втором году это было сто семь тысяч девятьсот человек остальные годы этого было поменьше вторая амбициозная задача это построить за счет местных материалов мы находимся в небогатые ресурсами карелии местные материалы камень песок торф ну и почва вот собственно говоря все это было очень мало железное и малобетонное строительство только в конце стройки весной 33 года уже появились какие-то металлические вещи и цемент цемента тоже в общем почти сюда не не подавали в ноябре 31 года официально был создан белбалт лак хотя он уже в какой-то форме существовал но приказ егоды именно вот датирован 16 ноября 31 года белбалт лак у него было 9 отделений по каналу каждом находилась 10 15 тысяч человек это был каждый раз небольшой городов которым было и управление и небольшая больница и радио как бы станция и штрафной естественно изолятор и эти 9 отделений начинали свою работу с разных сторон мы сейчас находимся на втором шлюзе по венчанской лестнице она так называется потому что в результате семи подъемов судно поднимается здесь на 70 метров вот мы на территории второго шлюза там первый и по моему за моей спиной третий шлюз который целиком стоит на плавание теперь представьте себе условия труда 60 процентов заключенных были обеспечены бараками остальные жили или в землянках или палатках карельские зимы не радуют не теплыми ночами не как бы да и весной очень тяжело работа была крайне тяжелая но советская власть исхитрилась придумать замечательную систему они решили что они докажут всему миру новые возможности социалистического строя что у нас заключенные посредством труда будут перековываться и становиться полноценными советскими людьми для этого был придуман кнут и некоторым роде был пряник или морковка которая была повешена перед носом у каждого заключенного кнут это гениальное изобретение равномерная котловка кто не выполнял норму находился на минимальном пайке 500 600 граммов хлеба баланда из морской капусты с рыбими головами кто выполнял норму и перевыполнял мог получить даже килограмм 400 хлеба и горячее питание в конце строительства канала ударником на стройке даже выдавали горячие пирожки второй вид кнута что начальнику белболтлага разрешили тридцать втором году самостоятельно принимать решение об увеличении сроков как бы за административные нарушения то есть без всякого суда начальник лагеря мог решить что можно добавить срок ну что касается пряника пряник был конечно увлекательные во первых всем уголовному элементу было обещано это назывались тридцатипятники люди которые сели в тюрьму по 35 статье уголовного кодекса это в основном воры и рецидивисты и такого рода как бы люди они понимали что если они выполнят нормы они будут освобождены каэром контрреволюционерам вредителям шпионам и так далее обещали что сроки сократят в половину но только при условии если работа будет выполнена в срок через какое-то время стало понятно что силами гулага не справляется привлеклись спецпереселенцы спецпереселенцы это раскулаченные крестьяне которые недавно появились карели но их привлекли к работе 10 тысяч семей примерно 50 тысяч раскулаченных спецпереселенцев работали на канале одна из главных задач было это полное оболванивание людей там работали бесконечно радио установки они висели на деревьях даже в лесу не только на зоне где вы находитесь с утра до вечера радио сообщало радостные новости о грандиозных победах и на любом участке трассы это все продолжалось то есть заключенный наверное сходил с ума просто от этих звуков чем работали заключенные самые простые орудия труда лопата кайло топор тачка был придуман гениальный совершенно журавль который поднимал валуны но это тоже деревянная конструкция был придуман беломорский форт тяжелая площадка на кругляшах на обремнах таких нарезанных как колеса и и волокли две лошади но это совершенно средневековые как бы вещи они тоже возили валуны инженером была поставлена задача строить на природных материалах поэтому инженер зубрик придумал уникальную совершенно конструкцию как бы опалубки ложа шлюза из наклонных ряжей все ряжи вбивались потом там укладывалась почва она утрамбовывалась и возникало значит ложа как работали перекрывали участок откачивали воду и вот в этом ложе создавали часть канала потом переходили к следующим и так далее зимой 32 33 года был самый большой штурм потому что накололи она напоролись на огромную скальную породу 7 декабря на работу вышли все ударники белбалтлага 24 часа на морозе 30 тысяч человек долбили скалу а в это время была проложена скоколейка по ней ходила дрезина и на этой дрезине сидели такие же заключенные только музыканты и они играли бодрую музыку белбалтлаги очень широко было были распространены агент бригады то есть но группы людей в основном это были женщины уголовного с уголовным прошлом они придумывали прекрасные песни и частушки и развлекали окружающих своим пением белбалтлаг выпускал газету перековка она выходила большим тиражом но на каждом отделении была своя перековка и было около трех с половиной тысяч лапкоров человек люди писали в эту газету сообщали о своих достижениях или недостатках все руководители обязаны были в течение трех дней ответить на критику ну что еще сказать о условиях труда как вы понимаете в этих условиях люди умирали довольно ну наверное многие люди умирали к сожалению у нас нет официальных данных по официальным данным за все время строительства значит 108 тысяч это максимум сколько бывало единовременно за все годы умерло двенадцать тысяч триста человек в эту цифру верится с трудом потому что есть народная память народная память рассказывала что в девятнадцатом шлюзе например людей уже спешили очень людей просто закладывали в бетон и поэтому нет их следов каких-то местах людей выводили на тачках замерзших после работы и куда их девали неизвестно но официальная цифра такова двенадцать тысяч триста человек умерло всего за это время есть замечательный диалог писатель валентина катаева с начальником белболтлага фириным это из книжки канала имени сталина нет это из воспоминаний писателя александра авдеева это не зафиксировано в книжке значит катаев спрашивает а что вот на стройке люди не болели ну конечно человек может заболеть и не умирали ну умирали человек смерти а почему мы не видим кладбище нигде потому что им здесь не место ответил фирин ну так тайная конечно не становится явным и 2004 году юрий алексеевич дмитрий главный как бы на сегодняшний день историк террора в карелии он нашел в районе сам городка это поселок летний реченский это в 60 километрах отсюда кладбище белболтлага он произвел некоторые вскрытие подсчитал количество похороненных там 826 могил в каждой от двух до восьми человек примерно три тысячи человек еще известно одно захоронение на восьмом отделении лагерном это поселок сосновец и пожалуй 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 на семнадцатом шлюзе давным давно стоит крест насколько людей там похоронено никто не знал ну так или иначе задание партии правительства выполнено не было капрелю канал не построили государственная комиссия приняла его только в июле 33 года и в июле 33 года сталин киров и ворошилов сделали прошлись от первого шлюза до 19 на колесном теплоходе анохин они прибыли из ленинграда и вот спустились до самого конца до беломорска повенцы их очень ждали сделали дорогу специально 12 километровую как привезда но они не вышли они прошли и года тоже был на судне но интересно что ни в одной фотографии того времени который широко опубликовались газетах и года не видно хотя на судне он точно был конце пути у них был митинг на котором стали отказался выступать и отсюда пошла легенда что стали но канал не понравился мол мелкий и узкий это неправда постановление совета по труду и обороны точно указана глубина канала три метра с половиной так что в принципе с некоторым опозданием но 2 августа 33 года канал был принят состоялся торжественный митинг по этому поводу и вышли постановления о награждении строителей канала все чекисты и инженерно-технические работники были награждены и орденами ленина кто-то орденами красной звезды что касается заключенных то действительно советская власть значительной степени свое обещание выполнила 59 с половиной тысяч заключенных им были сокращены сроки 12 с половиной тысяч заключенных были освобождены 500 человек были полностью оправданы восстановлены в правах всех более-менее успешных строителей канала которые не не были освобождены оставались заключенными сразу же перевезли в димитров на строительство канала москва-волга надо сказать что тот канал строился который всего 100 по моему 130 километров он строился 4 года и 7 месяцев это построено за 22 месяцев но что было дальше с каналом белболтат превратился белоборо-балтийский комбинат он базировался медвежьей горе здесь было управление канала и поведенская часть отвечала за всю южную часть завода раздела до до 9 шлюза очень мало было людей поэтому местные жители не хотели идти работать на канал работа называлась услонской причем люди даже не помнили что значит это слово а условно это управление соловецкого лагеря особого назначения вот до сих пор старухи здесь ругают шпану услонцами даже не понимаю что они говорят и пришлось привлекать опять же раскулаченных то есть они стали работать на канале канал довольно успешно работал до 39 года потом начались проблемы с проводом военных судов я не буду грузить техническими подробностями но чтобы провести например эсминец его сначала надо посвери протащить и только тогда он входит в канал его приходилось раздевать вплоть до винтов то есть надо разобрать корабль потом его значит провести потом снова собрать поэтому канал был принят в эксплуатацию как народно-хозяйственный по нему шли грузы в карелии появились производства все вредные на двоицкий алюминиевый завод сегерский целлюлозно-буможный комбинат это производство связано с большим количеством воды они тут сильно портили экологию но все-таки в малонаселенной карелии где очень было мало работы люди были рады тому что работа есть когда начале 30-х годов здесь было по моему занято в народном хозяйстве все 5000 человек на 41 год это уже 81 тысячи человек правда 70 тысяч из них это заключенные белбал комбината в баках ну здесь канал любят он дал жизни в общем этому малонаселенному месту и я разговаривала часто с местными жителями к нему хорошо относятся канал переживал разные времена во время войны когда красная армия отходила они взорвали шлюзы и вода хлынула на повенец при температуре 37 градусов поднялась высотой примерно метр остались следы на столбах после войны это можно было увидеть и канал не функционировал в ноябре 41 сюда пришли все суда которые относились к повенецкому эксплуатационному участку и они здесь застряли кино уже здесь были тины забрали все что находилось на кораблях и боржах в частности по легенде они забрали половину архива белбалтлага и белбалткомбината с началом войны чекисты уничтожали архивы но 500 тысяч документов как бы личных дел все-таки оказалось в руках финнов после войны они вернули половину а где еще неизвестно наверное этот эти ценные документы когда-нибудь всплывут в наши дни канал достиг своего пика восемьдесят пятом году тут было очень все активно но период перестройки даже зашла речь о том что не надо ли его законсервировать совершенно никакого движения я сегодня разговаривал с работником канала он утверждает что канал полон жизни но вот эта картина по моему не подтверждает слов а канале помнят и память это очень специфическая мы сейчас отсюда когда отправимся уже в сторону гостиницы мы подъедем к памятнику который установлен в девяносто шестом году он посвящен одновременно и 500-летию города повинец и строителям беломора-балтийского канала как бы два в одном 2003 году поставлена была вот эта церковь уроженцем повинца человеком который много лет возглавлял в актоме партии в ленинграде строительный комитет эта церковь посвящена части и строителям беломор-канала она частично символизирует бетонные стены вышка 37 метров ну и карельская архитектура старая тоже здесь присутствует десятом году здесь был патриарх и говорил красивые слова о том что надо всех простить и и забыть все это но вот в местах памяти юра дмитриев поставил в летней реченске два креста русские и католические и две доски на семнадцатом шлюзе стоит крест и в поселке сосновец вот пожалуй все но главным памятником каналу в течение десятков лет была вот такая простая вещь знаменитый папироса беломор канал я предлагаю всем кто курит выкурить по папиросе в память о строителях канала без туфты и амманола не построили в канала кто-нибудь курит я бросила ну хотя бы формально если есть вопросы у меня на два часа расскажут у нас просто времени нет меня попросили ужаться берите просто отдайте людям эти папиросы в течение семидесяти лет были лучшим памятником строителя беломор канала в архиве в нашем нашем музее хранится пачка беломора подписанная академиком лихачёвым который тоже работал последний год своего заключения на беломор канале в тридцать втором году был отсюда освобожден и с ними дядька голомор это надпись на пачке лихачёв написал и вот